мур привет друг это зверько и рубрика ml факты вот порой мне кажется что я все рассказал что знал о механике боя но иногда вспоминается что-то еще видео будет полезно в основном новичкам но может и мифики открою для себя кое-что полезное вновь рассмотрим механику вампиризма пора пролить на это дело чистую водицу тезисно у нас есть три вида вампиризма автоатака тут по большому счету нет скрытых камней по крайней мере я пока не заметил наносим урон получаем указанное количество хп второе вампиризм от навыков и третье вампиризм от магического урона берем привычного лисун сина с физическими эмблемами которые не дают вампиризма смотрим три колонки показателей физического пире 15 процентов в левой колонке автоатакой ли наносит 512 урона исцеляется на 76 хп это и составляет 15 процентов от урона если возьмем криты крит наносит на сто процентов больше урона исцеление также получаем вдвойне теперь подошла очередь топора кровожадности вампиризм топора отображается в третьей колонке урон вторым навыкам 1146 исцеление 20 процентов это 229 хп если взять концентрированную энергию то никакого исцеления лисун син не получает лишь за убийство врага и то это срабатывает перк эмблемы кстати магическое исцеление отображается внизу второй колонки дальше интереснее ланселот с топором кровожадности первый навык и ульта ничего необычного он получает исцеление как надо а вот второй навык наносит 425 урона а получает исцеление 53 должен 106 опытные игроки помнят что он салота и циклопа нерфили таким образом уменьшая их вампиризм определенного навыка а как показала практика многих персонажей равняют таким образом без упоминания в например карина если взять концентрированную энергию то первый навык и ульта исцеляют как надо а второй навык исцеляет в половину меньше чем должен 53 вместо 106 хотя если взять топор кровожадности то карина наносит меньше урона потому что он не дает маг урон зато исцеляется на законные 20 процентов к чему весь этот рассказ если ты собираешься мы нить героя изучи его посмотри сколько дает ему вампиризм да и если уже мы не ж героя давно не мешает порой перепроверить его вампирик на этом все надеюсь информация была тебе полезной не забудь подписаться на канал и делись этим видео с друзьями удачи друг тупый яд а так ушел мертвый отряд они жили чтоб победить что любого то уже не убить